Идет война, а у нас в стране происходит какая-то фигня. Левая рука не знает, что делает правая. Семь месяцев войны, но не торопятся коллаборантов брать за жопу. Происходит, ну, паноптикум, дикий паноптикум. У замглавы Верховного суда Украины обнаружился паспорт России. В тайном голосовании 18 судей проголосовали против его увольнения, и он остался на должности. И только через сутки мы узнали, что этого судью Богдана Львова отчислили из штата Верховного суда. Этот соответствующий документ подписал один человек, глава Верховного суда Украины, Всеволод Князев. И у меня сразу вопрос, а что будет с этими 18 судьями, которые барыги, просто натуральные, их даже к юриспруденции близко подпускать нельзя, к решениям близко подпускать нельзя. Но мы ничего не знаем, что будет с этими людьми, которые вот поддержали такого коллаборанта. Дальше идем. Медведчук остается депутатом Верховной Рады. У меня опять же вопрос, а как Кива, который креатура Авакова в Верховной Раде, как он покинул Украину? Как покинули Украину депутаты из батальона Монако, вывозя своих сыновей, которые призывного возраста? У меня вопросы к СБУ, у меня вопросы к пограничной службе и таможне. Это же все у нас, это же власть, о которой мы так, знаете, не надо об этом говорить, а когда об этом говорить, как не сейчас? Мы подписываем заявку на ускоренное вступление в НАТО и гордимся этим. Но эта же рука президента на должность председателя Олеговского АГА подписала приказ в 2020 году, и Гриневецкий пробыл в этой должности до марта 2022 года. Еще раз напомню, назначение Сергея Гриневецкого подписал президент. И вот мы подписали заявку в НАТО, а Гриневецкий у нас автор книги, которая называется «Заявка на самоубийство. Зачем Украине НАТО?». И вот всех замов, которых привел Гриневецкий, которые согласовали в Киеве, они до сих пор здесь у власти. Как это воспринимать? Юристы компании Оксаны Марченко пришли возвращать имущество ее мужа Виктора Медведчука в пущей водице. Вот сейчас, в октябре, в первых числах. Пришли на территорию, прилегающую к зданию Виктора Медведчука, с требованием передать контроль над объектом. Компания «Укркэпитал» принадлежит супруге Медведчука Оксане Марченко. Как это воспринимать? Депутата областного совета Чипера, которого приняли на взятки по медицине, это об этом рассказали, отпускают под личные обязательства. И он по-прежнему председатель депутатской комиссии в областном совете по здравоохранению. А фигурантов этого уголовного дела Диденко, председатель нашего областного совета от слуг народа президентской партии, вручает грамоты Верховной Рады, подписанной руководителем Верховной Рады Украины. Как это воспринимать? В Одессе сменяются мэры Гурвиц, Костусев, Труханов, но не меняется один человек рядом с ними. Гражданин России Сергей Назаров. Идет война. Семь месяцев. Полиция слепа. СБУ ловит каких-то подвейных полусумасшедших людей где-то на окраинах области, но отказывается видеть вот такие вот огромные занозы в жопе нашей страны, в жопе области и города. Они этого не видят. У меня единственный вопрос. К этим ветвям власти, к законодательной, да, к судебной, к исполнительной. Вы не охренели? Продолжение следует...